Всем салям, меня зовут Сая, мне 21 год, я учусь в университете Сангюнбан. Я переехала в Корею в 2020 году, да, получилось три года. Я сама наполовину кореянка и наполовину казашка, мой отец южнокореец, но я родилась и жила в Казахстане, в городе Алматы, поэтому мне хотелось пожить в Корее и еще узнать побольше о своей культуре. Наверное, самым сложным была именно сама подача в универ, так как у меня был корейский паспорт, меня не хотели принимать как иностранного студента, и как корейский студент я тоже не могла подать, поэтому в плане сборов документов и подачи было немного сложновато. Чтобы приехать в Корею, мне сначала пришлось сдать свое казахстанское удостоерение, разобраться документами из-за двойного гражданства. Чтобы приехать в Корею, сначала я начала разбираться со своим гражданством. Мне пришлось сдать удостоерение, казахстанское удостоерение, писать всякие заявления, собирать документы. И после того, как я переехала, чтобы хорошо учиться и все понимать, я где-то один семестр отучилась в другом университете на корейском курсе. Первое, что приходит в Голубу, это магазины. Я не знаю, как правильно будет на русском, но на корейском это называется «Прониджон». Это магазины, которые работают круглосуточно, и это очень удобно. Когда нет времени покушать, можно там приготовить и покушать там, еще можно сходить за снеками ночью. Моя роль в Аплай Корее заключается в том, чтобы помочь нашим школьникам, студентам и в целом людям из СНГ поступить в Корею или переехать жить в Корею. В основном мне хотелось бы помочь этническим корейцам и корейцам, как я, которые обучались за границей, вот, с подачей. К тому же хотелось бы поделиться своим опытом и рассказать про жизнь в Корее. Наверное, это про менталитет и культуру. Корейская культура и сам менталитет очень отличаются от нашего, поэтому лучше всего сначала изучить культуру, так как сравнительно корейцы не такие открытые, гостеприимные, на первый взгляд, как у нас принято, поэтому могут быть разные недопонимания. Лучше всего узнать про менталитет и культуру заранее. Я хочу сказать, что у вас все получится, если вы захотите. Не сдавайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok